Ненадежный оплот Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение 10 января 2019 года российская газета Ненадежный оплот Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение Т-84 оплот Источник изображения Министерство обороны Украины Украинские основные боевые танки Т-84 оплот поступили на вооружение в 1999 году По сей день они остаются самой передовой бронетехникой в СУ За прошедшие годы 51-тонные танки показали себя недостаточно надежными, что поставило под сомнение их эффективность После распада СССР Украина унаследовала значительные производственные мощности, позволявшие модернизировать танки третьего поколения Т-80 В то время эта машина, во многом основанная на Т-64 и по ряду характеристик схожая с Т-72, считалась менее успешной и более сложной, чем легендарная 72-ка И все же в Киеве решили начать ее модернизацию как для собственной армии, так и на продажу Украинские Т-80 успешно нашли своих покупателей и неплохо себя зарекомендовали, в то время как более продвинутые Т-84 оказались довольно проблемными машинами, сообщает Опасения по поводу надежности танка, принятого на вооружение 20 лет назад, актуальны до сих пор Возможности оплата были продемонстрированы на проходившем в Германии танковом бетлоне НАТО Результаты украинских танков оставляют желать лучшего Сообщалось, что у них возникли серьезные проблемы с автоматом заряжания Еще одной проблемой Т-84 считают его штатную 125-мм пушку, а точнее ее малую прицельную дальность, обусловленную применением примитивной системы управления огнем Эти проблемы не удается решить уже два десятка лет, поэтому есть все основания сомневаться, что украинские инженеры и конструкторы способны их устранить Одним из немногочисленных покупателей оплата стал Таиланд Однако задержка поставок заставила тайских военных задумать о смене поставщика и обратить внимание на китайские VT-4 После событий 2014 года, когда украинское правительство было свергнуто в результате переворота, Украина все больше полагается на импортное оружие Не исключено, что украинцы могут начать покупать танки за рубежом Значительные недостатки Т-84, которые так и не удалось устранить, могут ознаменовать конец украинского танкостроения Подводит итог В таком случае страна будет вынуждена начать закупки импортных танков раньше, чем ожидалось Илья Максимов 9 января 2019 года Права на данный материал принадлежат российская газета Материал размещен правообладателем в открытом доступе Илья Максимов 19 Продолжение следует...